Среди примеров организации культурных мероприятий это торжественная церемония открытия выставки «Золотая осень», которую посещает ежегодно премьер-министр России, проведение концертов ко дню работников сельского хозяйства в ГКД, то есть в Государственном Кремлевском дворце, организация ряда приемов посольствия Японии в Москве в рамках выставки «Золотая осень», приемов посольствия России в Берлине в рамках выставки «Зелёная идея». Следующий слайд. Ещё один. И ещё один. На слайде представлен краткий список мероприятий, над которыми мы работали. Самый масштабный проект по России – это условно российская агрокомышленная выставка «Золотая осень». За четыре дня мероприятия ее посетило более 100 тысяч человек. Международный железнодорожный салон пространства «Коли-19-20» продвижения «Экспо» проходил на полотне экспериментального железнодорожного кольца в городе Щербинка. И в день открытых дверей салон посетило более 30 тысяч человек. За российский день поля, Международный инокейный форум – это всё мероприятие, в котором мы работаем в качестве оператора. Следующий слайд. Здесь представлены мероприятия зарубежных стран. У нас успешный опыт в организации участия России. Именно в зарубежных конгрессах и исторических мероприятиях. Один из крупнейших проектов – это «Зелёная неделя» в Берли. Следующий слайд. На слайде представлены некоторые из реализованных проектов в цифрах по количеству экспонентов. На этом у меня вопрос. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Я думаю, что теперь мы знаем всё о том, на каком высоком уровне организационно будет проведено FICC Rally в 2022 году. И вот у меня очень привёл локатив, который продемонстрировал Андрей Вячеславович. И я думаю, вы все могли видеть на нём не только Волганы, Граны, известные во мне, но и шкири Петропавловского собора, вокруг которого выселились разведённые мосты Санкт-Петербурга. Он действительно, если скажем так, самыми плаконами для туристов локациями FICC Rally и вообще для туризма, в том числе автотуризма в России является не только Московская область, или это Новодой Кольцо, которое знакомо многим автотуристам, в том числе и других странах, но и активно развивающийся северо-запад России, не только непосредственно Санкт-Петербург, но более подробно об этом расскажет председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Корнеев Сергей Евгеньевич. Прошло. Приветствую. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Постараюсь, не так, подробно, хотя все-таки займу какое-то время, а в деле хотел бы поблагодарить свое гостеприимство Владимирскую область и Красный Сурган. Мы действительно здесь в нужном месте, в нужное время собрались. Правильное время для обсуждения возможности автотуризма, а не принятия каких-то решений, которые будут дальше нам помогать развиваться и двигаться дальше. Потому что действительно, конечно, в этом году, наверное, каждый российский житель, имеющий транспортное средство, подумал, как ему стать автотуристом. С учетом Бобилии, с учетом всех проблем и ограничений. И что мы увидели? В общем, мы это ожидали, мы это обсуждали для программы гостеприимства. И достаточно информироваться, куда поехать, как поехать, что будет по дороге, что произойдет в пути, и как это путешествовать интересно, насыщенно. безопасно и с детьми, и с семьей и так далее. И когда мы много говорили об этом с Зариной, с Леной Шлавовной, с Татьяной Николаевной, то, что вот эта информированность, она должна сейчас сконцентрироваться на каких-то основных, ну, понятных, ну, наверное, все-таки маршрутах, потому что, как говорят ательеры, успех гостиницы определяет три фактора – location, 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 да, вот, мы находим удачный выбор места для появления гостиницы. Но в России здесь, если мы говорим о возможностях наших регионов, взаимодействия между регионами, то надо, наверное, правильно говорить, что дальше слово на развитие призма, если говорить, тут в английских тоже это аналогия destination, 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 то есть направление, 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 о чем вот очень правильно было сказано здесь от Суздана. Муравьи надо прокладывать туристскую инфраструктуру там, где ходят дорожки. Самый удачный способ инвестиций в индустрии госпитриимства – это выбрать муравьи на покупку, в образе муравжения, то есть то направление, тот маршрут, который будет пользоваться спросом. И, в принципе, достаточно много для этого и сделано сейчас. И да, пандемия – это, конечно, очень плохое время для туризма, но для развития тех видов путешествия, о которых мы там давно уже говорили, мы с коллегами про туризм, Министерство культуры раньше и сейчас продолжаем обсуждать все вместе. Есть несколько понятных направлений. Первое – это маркетинг-брантирование, золотой кольцо, серебряное, ожирение. За эти конкретные содержания, тоже интернет-эксурсы, федеральные, региональные, где поесть, где остановиться, что интересно. В своем, при моем участии в Министерстве культуры, в департаме, что я уже заказал и начал создавать систему туристско-ориентирующей информации на федеральной трассе, и я думаю, что он сейчас этот поход к крылу по туризму должен попасть, потому что туда, когда мы едем по дорогам за рулем, тем более, если мы жители данного региона или гости из другого региона, нам нужно сориентироваться, да, навигатор дает ответы, но вот эти маркеры, коричневые знаки системы туристской информации, навигации, которые создавались регионными субъектами, муниципальными, которые продолжают создаваться, они создают эту удобную, комфортную, активную путешествия. Поэтому этот проект, который был в Министерстве культуры, который был в Министерстве экономического развития, наверное, создание, сейчас в архитической зоне обсуждается активно, создание вот этих единых систем именно туристской навигации, это то, что сейчас нуждая, а слова для этого уже созданы. Как раз сегодняшние туристы этого сезона, пандемического туризма, путешествующие автомобили, все могли удивиться, что у нас, конечно, за последние годы абсолютно изменилась дорожная инфраструктура, прежде всего, федеральной дороги, путешествовать по центральной части России, по северо-западному федеральному округу, безопасно, удобно и комфортно. Главное, что для нас есть Петербург, это важно. Как раз в этом году полностью запущена трасса Мадинский, наивание Москвы и Санкт-Петербурга, мы проехали до 5-6 метров двумя столицами, это, в общем, практический, единый туристский продукт Москва и Санкт-Петербург. Москва плюс регионы центрального федерального округа, Санкт-Петербург плюс регионы северо-западного федерального округа, маршрутки серебряного жреки России. И мы в Санкт-Петербурге, конечно, пострадали очень сильно от пандемии в этом году, потому что кто выше поднялся, там в больнине падает, и полностью потеряя иностранных туристов, которые больше половины наших гостей составляли в прошлом году, из 10,5 миллионов. Большая часть, 50-50 примерно российских иностранных, и гостиных иностранных, конечно, пока платежеспособности чуть больше, хотя меньше находятся в нашей стране и городе, но это в истории электронной визы, которая поможет нам, когда будут открываться границы. Полностью потерян деловой сегмент в Новгородском Петербурге, от Петербургского экономического форума до Петербургского культурного форума, который должен был пройти сейчас, и мероприятия перенесены или отменены. А это сам же на тех же способные гости, всегда участвовали в деловых мероприятиях МАЭС. Не было детского туризма, и даже классического культурного познавателя, но туризма тоже, к сожалению, в этом году, но как и во всем мире, и у нашей страны, и сегменты не было, потому что музеи продолжали работать с ограничениями, даже в 5-черой группе, даже во время церкви августа, когда было все в стадемологической обстановке намного лучше. И что мы увидели? Что наше главное путешествие, наше туризм, наше туризм, наше автотуризм. Ну, точнее говоря, это российские туристы, жители крупных городов, по разному добирающихся в город Санкт-Петербург, и железная дорога, это почувствовало, и слава богу, пассажиры, которые были, с мальчатые, и авиакомпании, когда начали возобновлять региональное сообщение, поняли, что 80% пассажиров, летающихся в Петербург, и даже более, это приют, приютают, с туристами цены. Потому что, конечно, главный туристический магнит, но мы еще и старт-маршрут посели назад. И автомобильные гости, прежде всего, из Москвы, наверное, многие успехи, я знаю, побывали в Петербурге не один раз в этот год, и смотрели сами, попробовать вот эту инфраструктуру. Дорожная инфраструктура есть, спрос есть, информация, в какой-то степени она есть, еще недостаточно, но это вот наша совместная работа, регионов с туризмом, дать нормальный контент вместе с профессиональным, сколько что мы ни раз это обсуждали, как удобно. Где остановиться, куда заехать, систему туристической навигации, и многое-многое другое. Вот это тоже есть. А в целом, понятно, над чем работать. Вот абсолютно правильно сейчас, я наше словам говорил, что нужно заработать с инвестицией. Спрос нужно ради предложения. Предложения – инвестиционные проекты. Я помню, что в Росавтодоре и Минтранс разрабатывали большую программу развития пледорожной инфраструктуры. Есть лишь хорошие проекты у нас на Северо-Западе в Северо-Западе, в Северо-Западе, в Северо-Западе, в Северо-Западе, когда Баранко и Молукоев делают систему таких кафешек, инфраструктуры, придорожные, очень походные для гостей, которые просто работают, потому что все получается. Мы себя, Санкт-Петербург, конечно, видим, как основной туристический магнит, один из основных и для российских туристических, и мост между Россией и миром для европейских автотуристов, и тоже об этом мы с коллегами не раз говорили. Конечно, Москва принимает это мероприятие, мы оба хотели. И в Санкт-Петербурге сели на запад, он бы всех гостей тоже увидел, тем более, что система индивидуальной электронной визы дает нам возможность действительно 16 дней на достаточное путешествие и в Санкт-Петербург, и плюс Коском, и снова, и плюс Корея. Вот маршрут для серебряного жеря, которые мы много обсуждали, в этом готовности оказались востребованы как не гордай, встали реальностью, потому что приехали гости в Петер, поехали в Псков, вернулись в Псково, поехали в Карелию, вернулись в Карелию, приехали в Санкт-Петербург, в Генинградскую область, проехали. Вот эти маршруты, которые теперь обладают транспортной, нормальной доступностью, хорошими дорогами, точками протяжения достаточно развитой, и еще недостаточно развитой, на развивающихся активных дорожно-туристских сервисах, они оказались в тренде, они оказались востребованы, то, что вы несколько лет назад с коллегами, занимающимися таким договорением, это сегодня, это, может быть, одна из немногих растущих реальностей, потому что этот сегмент в этом году мог выросли еще больше, да, и сегмент автопутешествий, и караванина, и обычных автопутешествий, поездок, потому что он был у нас больше, если бы было больше информации, потому что мы все сейчас думаем, как поехать на новый год куда-то, но мы не готовы поехать по автомобильным маршрутом, вот эта работа, да, бумажортизация, destination, 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 все равно границы, границы, субъекты федерации может быть и видят, но они не так принципиально доедут от точки в точке, от локации в локации, от одного места притяжения к другому месту притяжения, и здесь мы сейчас, в Санкт-Петербурге, конечно, как и на другие города, видим таким travel-hub, который связан с окончательно маршрутом, не только северо-запором, а и на маршрутом Питер-Москва, да и когда проются границы с учетом этой тронной визы, и для европейских, и международных туристов, а сейчас для российских туристов. В самом Санкт-Петербурге презентацию можно просто полистать, но в принципе, эту отсыпку, я думаю, на особо мы не будем тратить время на рассказы о наших возможностях, но официально, конечно, инфраструктура для кеппинга и караванинга и Санкт-Петербурге, и на северо-западе еще должна развиваться дальше. У нас официально по магнитам три кеппинга в Санкт-Петербурге, оригинга в Приморском районе, которые готовы принимать туристы. И причем, когда мы проводили опрос гостей, загрузка до пандемического периода этой инфраструктуры была всего 33% в год, ну, в летний период до 80%. Сейчас все изменилось, и я думаю, что те процессы, которые сейчас запустились, от Карназа, Санкт-Петербурга для северо-запада, здесь понимали, что они будут продолжаться далее. Люди почувствовали вкус и путешествия. Многие, предвидели, были с ним, поняли, что не все так металлогизировано в России. У нас есть хорошие дороги, у нас есть много, я в том, что туристические ресурсы не буду говорить, у нас есть, не создается хорошая придорожная туристическая структура, и проекты для этого есть, да, и сейчас вот этот стат, мы, по крайней мере, в части Санкт-Петербурга и в нашем взаимодействии с регионами и коллегами серебряного жеребного северо-запада и России увидели, что вот эти destination маршруты это реально для работы. И вот ту историю, которую сейчас очередную новую идею, которую спустил Ростуризм в виде грамот, это как раз для этого. Это очень подходящий инструмент, мы надеемся, и предлагаем использовать, чтобы был продолжен для стартапов такого, потому что это достаточное средство, чтобы сделать хороший стартап. У нас есть профессиональное строительство, которое может быть, наверное, нужно делать для Диана Николаевна, я могу вам все-таки каким-то по стандартам сервиса на этой инфраструктуре, потому что нашу попросу европейских гостей, которые приезжали стартапов мем 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 мем